Всем добрый день! Добро пожаловать на мой канал! Hello and welcome to my channel! Урок номер 248, lesson number 248 out of 366 и номер один повторение. Here we review vocabulary or grammar. Today we're going to review обосновывать. The verb обосновывать. Обосновывать, обосновать. So, imperfective. Обосновывать. Imperfective, perfective. Обосновать. Обосновывать means to ground something, to base something, to come up with more information, to try to prove something with more information. Обосновывать, обосновать. Imperfective, perfective. Perfective. We already talked about this verb. We conjugated it. Let's review it. Я обосновываю все свои высказывания. Я обосновываю все свои высказывания. I ground, I base all my statements. So, I, for example, I give you more information, I come up with maybe with some bibliography, with some books that I took this information from. So, I ground it, I base it. Я обосновываю все свои высказывания. All my statements. Хорошо, perfective. Обоснуйте своё мнение. Обоснуйте своё мнение. Обоснуйте своё мнение. Обоснуйте своё мнение. Хорошо, идём дальше. So, this is perfective. I'm asking you to do this one-time action. This is why I used perfective. Номер два. Глаголы. Verbs, глаголы. Один. Here we will talk about imperfective. Today's verb in imperfective. And today's verb is предсказывать. Предсказывать. Пред-сказывать. 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 Пред-сказывать means to... Пред-сказывать means to... To predict. To predict. Пред-сказывать. To predict something. Пред-сказывать. Например, я пред-сказываю будущее. Я предсказываю будущее. Я предсказываю будущее. Хорошо. Ты предсказываешь ему хорошую политическую карьеру? Ты предсказываешь ему хорошую политическую карьеру. Ты предсказываешь ему хорошую политическую карьеру? Ты предсказываешь ему хорошую политическую карьеру? Хорошо. Он, она предсказывает. Скорые перемены в жизни. Он, она предсказывает скорые перемены в жизни. He or she predicts скорые перемены. Very fast changes in your life. Скорые перемены в жизни. Some very, some changes and you will not wait for them long. Хорошо. Дальше. Плурал. Мы предсказываем погоду. Мы предсказываем погоду. Погоду. We predict weather. Мы предсказываем погоду. We predict weather. Мы предсказываем погоду. Вы предсказываете. You predict. Вы предсказываете победу. Вы предсказываете победу. 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 Do you predict victory? Вы предсказываете победу. Do you predict victory? And the last one is. Они предсказывают поведение людей. Они предсказывают поведение, поведение людей. Люди. They predict how people will behave. Они предсказывают поведение людей. They predict how people will behave. Они предсказывают поведение людей. Идём дальше. Номер три. Глаголы. One more time. Глаголы. Два. Here we will use the same verb, but in perfective past tense. So same verb, but in perfective past tense. Итак. Предсказать. 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 To predict perfective one time action. Finished action. We'll have three conjugations here. Masculine, feminine and plural. Masculine предсказал. Предсказал. Feminine предсказала. Predicted. She predicted. And plural. Предсказали. They predicted. Хорошо. Например. Я предсказал ему любовь и семью. Я предсказал. Предсказал. or feminine. Предсказала. Предсказала ему любовь и семью. I predicted him love and family. Я предсказал. Masculine. Or предсказала. Feminine. Ему любовь и семью. Хорошо. Дальше. Ты предсказал кризис. Ты предсказал. Предсказал. Or feminine. Предсказала. Кризис. Кризис. You predicted crisis. Хорошо. Он, она предсказал. Or предсказала. Мне спокойную жизнь. Он or она предсказал. Предсказал. Or feminine. Предсказала. Мне спокойную. Спокойную жизнь. Жизнь. He or she predicted me a calm, quiet life. Он, она предсказал. Or предсказала. Мне спокойную жизнь. Отлично. Now plural. Мы, вы, они. Same conjugation. Предсказали им новое путешествие. Мы, вы, они предсказали. Предсказали, предсказали им новое, новое путешествие. 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 And you, we, you. They predict them a new travel, a new adventure. Хорошо. Номер четыре. Idioms or sayings. Idioms. Sayings. And today's idiom or a saying is отбить интерес. Отбить интерес. Отбить интерес means to beat out the interest. To not be interested. Someone took your interest from something. You are not interested in it anymore. Например, он отбил у меня интерес к политике. Он отбил у меня интерес к политике. He beat out of me, у меня, интерес к политике. He beat out of me the interest for politics. So, I'm not interested in politics anymore because of him. He made me uninterested in politics for some reason. Хорошо. Номер пять. Выражение. Expressions. Выражение. And today's expression is... Думать только о собственных интересах. Думать только о собственных интересах. Думать только о собственных интересах means to think only about your own interests. Only about yourself. Only about what you will get from this. So, here you can use a pronoun. For example, он думает только о собственных интересах. He's thinking only about his interests. Он думает только о собственных интересах. Хорошо. Номер шесть. Грамматика. 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 Хорошо. Итак, today we're going to talk about the verb продавать. 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 Imperfective. Perfective. Продать. Продать means to sell. Продавать. Продать. Кому. To whom. Кому. To sell to whom. To answer to this question, we will need a dative case. Dative case. So, кому this person will be in dative case. Например, я продаю пассажирам бутерброды. Я продаю. Продаю. Я продаю. I sell to whom. To passengers. So, пассажиры will become пассажирам. Пассажирам. To passengers. Dative case. Кому. Пассажирам. So, пассажиры became пассажирам in dative. Бутерброды. Бутерброды. Хорошо. Or, perfective. One time action. Finished action. Я продал соседу машину. Я продал. I sold. Продал. The action is finished done. Соседу. To whom. Кому. Сосед. Will become соседу. In dative case. Соседу. Машину. A car. Машину. Я продал соседу машину. Соседу is in dative. Номер семь. Диалог. Диалог. Окей. Давайте начнём наш диалог. Он высокий. Он высокий. Is he tall? Он высокий. Is he tall? Он высокий. Is he tall? Нет. Он среднего роста. Нет. Он среднего. Среднего. Среднего роста. У него тёмные волосы. У него тёмные волосы. Does he have dark hair? Нет. Светлые. No bright. Нет. Светлые. Светлые. No bright hair. Нет. Светлые. And the last part is a short story. Короткая история. История. A short story. И давайте начнём нашу историю. Let's begin our short story. Первое предложение. Мой брат просто красавец. Мой брат просто красавец. У него длинные тёмные волосы. У него длинные тёмные волосы и голубые глаза. И голубые глаза. He has long dark hair and голубые blue eyes. Голубые глаза. И голубые глаза. And blue eyes. И голубые глаза. Хорошо. Дальше. Он высокий и спортивный. Он высокий и спортивный. Спортивный. He is tall and athletic. Спортивный. Атлетик. Мои подруги говорят, что он похож на Джаред Лето. Мои подруги говорят, что он похож на Джаред Лето. Мои подруги говорят, что он похож на Джаред Лето. Джаред Лето is a singer. Or an actor. No, he is a singer, I think. And he has this long dark hair. And I think he has blue eyes. Хорошо. So, let's read it one more time. And we are done for today. Мой брат просто красавец. My brother is simply a beauty, very handsome. У него длинные темные волосы. He has long dark hair. И голубые глаза. And blue eyes. Он высокий и спортивный. He is tall and athletic. Мои подруги говорят, что он похож на Джаред Лето. That he looks like. Похож на. And the person he looks like. If you know Джаред Лето, let me know in comments. That's all for today. Спасибо за внимание. И напишите в комментариях, он певец или он актер. Write in comments. Is he a singer or an actor? Спасибо большое. Увидимся с вами завтра. Целую вас чмаки-чмаки.